Приветствую вас! У вас довольно серьезная проблема, поэтому я постараюсь дать ответ именно в позиции психологии. И, пожалуйста, не забывайте об этом, когда будете слушать, и именно с этой точки зрения постарайтесь оценивать то, что я вам говорю. Итак, вы говорите, что ваш муж, он пьющий человек и может всю зарплату пропить, да, и так далее. Значит, мы не понимаем, что человек, который вот пьет и который может легко пропить всю зарплату, то это человек больной. И как любому больному человеку ему требуется лишение. То есть, если мы с вами говорим о том, что вот помочь вашему мужу, да, то здесь не достукиваться до него нужно, а скорее оказать ему профессиональную наркологическую помощь. Это та самая помощь, которая ему нужна. Но даже при наличии этой наркологической помощи по выведению человека из запоя и детоксикации его, человек навсегда останется алкоголиком. И вы всегда будете жить, как будто бы на бомбе с чертовым механизмом. Почему? Потому что он всегда может сорвать. И если вы, в свою очередь, на это готовы, то вам нужно понять, что вы обрекаетесь себя на подобную не очень-то хорошую жизнь. И отдельным пунктом в данном вопросе идет то, что мужчине и вообще любому человеку, который пьет, может помочь не только наркологическая помощь, точнее, нужна такому человеку не только наркологическая помощь, но такому человеку еще и нужна помощь психологическая помощь. Потому что, я надеюсь, вы не будете с этим спорить, а его что-то заставило употреблять алкоголь. То есть, человека что-то заставило пить. И нам нужно понять для начала, что именно заставило его употреблять алкоголь. Что именно заставило его начать пить. Надо читать пить бесконтрольно. Опять же, поправьте меня, если я ошибаюсь. И только проанализировав вот эти обстоятельства, которые заставили его пить бесконтрольно, только проанализировав данные обстоятельства, можно говорить о том, что вместе с помощью наркологических, вместе с помощью психологической и вместе с вашей поддержкой, человек может постепенно изменить свою жизнь. Для этого вам, скорее всего, придется очень сильно сменить свою деятельность, сменить свой образ жизни. Далее. Очень важно, очень важно, чтобы вы сказали, спросили сами себя, «А зачем? Почему? Вы пытаетесь ему помочь? Для чего, положя руку на сердце, вы это делаете? Зачем?» Зачем вы хотите помочь человеку, который пьет? Зачем вы хотите связать с ним свою жизнь? Только опять же, сказать это вам нужно честно, положя руку на сердце, не обманывая себя. Скажите, зачем вам это нужно? Постарайтесь это для себя тоже определить и понять. Вполне возможно, что у вас от него психологическая зависимость, эмоциональная зависимость. Такое, к сожалению, тоже бывает. И в этом случае уже нужно будет работать с вами, чтобы избавить вас от нее. Не для того, чтобы вы бросили этого человека. Нет. Человека, может быть, вы и не бросите. Вам в любом случае... Вам в любом случае... Никто не будет говорить, чтобы вы бросали именно его. Нет. Но, чтобы вы принимали свое решение, решение, например, его спасать, максимально не предвзято. Чтобы это было именно ваше волевое решение, а не пролистованные эмоции. Так же, нужно отметить, обязательно, что вам для чего-то нужно его спасать. Опять же, вам для чего-то это надо. Именно самой вам. Вот тоже вопрос. Для чего вы хотите его спасать? Зачем? У Герна подобные модели поведения называются поведением спасителя. И это всегда обусловлено определенным набором причин. Не всегда осознаваемым, не всегда понимаемым, но все же причин. И если вы для себя эти причины определите, ну, я полагаю, что появятся все возможности у вас для того, чтобы максимально... Максимально без потерь выйти из данной ситуации. Вот, пожалуй, то, что я хотел вам сказать. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.